Студия, тишина Алиша и Кёртвичи, не смотря на то, что... Грёбаный нахуй в пизду, блядь, Новый Год, блядь, нихуя не понятно, зачем он нахуй устроен, блядь. Какие-то мухи даже, может быть, они более понимают, о чём речь, чем я, блядь, и даже вообще кто-нибудь из нас, блядь. Это такая хуйня, этот Новый Год, блядь, непонятно, для кого он устроен и кто его празднует. Может быть, какие-нибудь жучки, блядь, может, я их уважаю, какие-нибудь жучки, блядь. Жучки, вот это хорошие люди. А мы люди нахуй-то, блядь, надо, блядь, весь этот Новый Год. Может, никто его, на самом деле, не празднует, только какие-нибудь, может быть, насекомые. Или собаки, или там, например, волки. Волки, вот, например, действительно. Вот это люди. Ну, то есть они действительно могут кого-нибудь окружить, блядь, и сожрать нахуй. Если ты не облил себя скипидаром, блядь, купив его в соседней деревне. А так ты труп, эти волки окружили. У нас так, в России. Не знаю, что ещё сказать. Мухи ещё, бывает, рождаются зимой, когда их разбудили. Мы их называем Мухалыч. Этот Мухалыч, может быть, живёт. Он, как бы, там, ходит в варенье залезть или ещё куда-нибудь. Ну, как бы, там, соображаешь с ним, живёшь с этим Мухалычем. Ну, чтобы он особо не ссувался куда ни надо, так сказать, ограждаешь его. Можно нагрыть варенье крышечкой. И вот Мухалыч уже и не лезет. Ещё что-то надо сказать, да? Я больше не знаю, что сказать. Ну, ещё волки, говорят, нападают на людей. Но если ты имеешь с тобой самогонку, то ты, значит, стадишься посреди дороги, обливаешься самогонкой. И волки, на самом деле, просто обоссут тебя всего и дальше уйдут, а трогать не будут, потому что это облит весь какой-то дерьмовой самогонкой. Это так у нас в деревнях.